Марка «Аурус» открыла в Москве новый дилерский центр. Продажи машин и сервисное обслуживание официально стартовали, и по счастливой случайности произошло это в день рождения президента России. Однако, как водится у «Ауруса», купить машину не так-то просто, ведь все выпущенные в этом году машины уже проданы, и лист ожиданий растянулся до весны. Фактически «Аурусы» выпускаются уже более двух лет силами Московского института НАМИ, а с начала лета и конвейерным способом в Елабуге. Но продавались они напрямую юридическим лицам, и лишь единичные экземпляры достались частникам. Поэтому открытый группой «Авелон» дилерский центр — это полноценный выход «Ауруса» на российский рынок. В продажу попали все пять модификаций «Сената». Это стандартный седан в обычном или бронированном исполнении, аналогичная пара удлиненных на полметра седанов с индексами 0.3 и 0.4, а также самый длинный лимузин с индексом 12, которые выпускаются только бронированным. Известные цены, почти все они восьмизначные. Но лимузин стоит 107 миллионов рублей, в четверо дороже базового седана, который сейчас предложен в единственном топовом исполнении за 24 миллиона. Анонсированная начальная версия за 18 миллионов может вообще не появиться. На сегодняшний день, мне кажется, они приняли абсолютно правильную концепцию. Они зашли на рынок с продуктом в топовой комплектации. И время, и динамика по контрактованию показывает, что это очень востребовано. Возможно, у них будет спустя какое-то время желание и перспективы разгрузить автомобиль. И опционально, и по цене. Но практика показывает, что в принципе в этом нет никакой необходимости. Автомобили покупаются и бронируются. Максимальная комплектация очень хорошо. Под одной крышей с «Аурусом» дилерские центры «Ауди» и «Мерседеса». Но «Аурусу» выделили собственную сервисную зону с двумя подъемниками, которые могут выдержать и броневики массой свыше 6 тонн. К слову, норма час стоит 10,5 тысяч рублей. И несмотря на то, что производственный план «Ауруса» уже распродан вплоть до первого квартала 2022 года, дилерская сеть будет расширяться. Мы надеемся до конца октября уже порадовать всех будущим партнерством в Санкт-Петербурге. Следующий по плану у нас юг России, это может быть Сочи или Краснодар. И дальше, наверное, мы передвинемся ближе к Казани. В последнюю очередь, уже с точки зрения нашего плана до 2025 года, мы планируем выходить на часть Уральскую России и рассматривать Екатеринбург или Новосибирск, например. Но настоящий прорыв случится примерно через год. На рынок выйдет родственный сенату внедорожник-комендант, который должен стать вдвое популярнее четырехдверных моделей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова